Всем привет! Добро пожаловать в первый урок по теме аксессуары, шапки, всякие штуки-други, которые мы можем надевать на наших персонажей, игроков NPC-шек. Давайте сначала я запущу тестовый лейс и посмотрим, что за штуки-други. Урок очень простой первый, я его покороче делаю, поэтому мы только будем создавать эти аксессуары и надевать. Так, кликаю, наделись очки. Размер я специально увеличил. Так, давайте кликаем на другой. Надели сверху еще одни очки. Аксессуаров можно много надевать, даже одного типа. Но в принципе вы можете в своем коде сделать так, что аксессуар только одного типа может быть надет, другой будет куда-то убираться. В этом уроке мы даже особо не задумываемся, откуда взялись эти вещи. Ну, конечно, я покажу, как их создавать. Так, ну, теперь к скучной части на некоторое время перейдем. А, нет, давайте к еще одной нескучной. Я вам расскажу. Так, плагинчики RigBuilder. Создадим-ка нам помощника, с помощью которого мы поймем, в чем же прикол этих аксессуаров и как их можно самим делать. Так. Может сильно крупно не надо, но ладно. Привет. Так, давайте посмотрим теперь на нашего манекенчика. Вот части его тела. Давайте рассмотрим голову. Head. Открываем голову, сейчас покопаемся там и смотрим на такие вилочки. Вилки отображают, ну, точнее, изображают вот эти иконочки с вилками, они изображают аттачменты. Атачменты это такие штуки, куда можно что-то приделывать. Ну, как будто это места, где у нас есть розетка, и мы можем туда воткнуть вилку. Например, если мы сейчас будем делать шапку или очки, ну, очки мы, наверное, постараемся воткнуть вот в эту розетку. Представляете, у нас очки, у модельки очков, есть некая вилка, как в розетку включаем, да, а здесь как будто розетка. И если мы эту розетку с вилкой совместим, то у нас очки появятся на голове. Так, какие же у нас есть эти аттачменты? Центр головы, находится внутри головы. Ну, ладно, нам он, наверное, не подходит. Фейс фронт, о, отлично. Видите, зеленая такая штука, как нос. Вот как раз усы вешать или очки вешать, самое то. Так, hair attachment. Ну, он на макушке у нас находится, точнее, сверху на голове. Так, hair attachment. Он находится точно на этом же месте, но у некоторых ригов они могут быть сдвинуты в зависимости от формы головы. Ну, видите, это упрощенная форма головы, чтобы вам легче было делать. Так, neck. Neck находится где-то на шее. На шее. Туда можно, наверное, какую-нибудь цепочечку повесить. Ну, посмотрим. Так, ну и вроде все. Давайте посмотрим теперь еще на руку. Так, например, левая рука. Left hand. Посмотрим, что у нее есть. Ну, вы знаете, что наверняка здесь есть attachment для оружия. Для какого-нибудь. Во. Называется left grip attachment. Это как раз хватательное место, где размещается ручка, handle наших тулов, инструментов. Ну, сейчас урок не про тулы. И она, конечно, размещается в центре ладони. Так, а вот это вот что такое left wrist attachment? Оно находится в том месте, где часы обычно. Вот здесь, где я мышкой кручу, там оно по центру руки. Так что можно тоже сделать такой обруч, и сделать часы, и что угодно. Ну, если вы придумаете какие-то фантастические attachment? Вот, например, там спина есть attachment. Так, как он у нас называется. Body back attachment. Ну, вот сюда крылья, например, можно приделывать. И так далее. В общем, их много. И на самом деле, вы на модели, конечно, можете эти attachment подвинуть. Если будете создавать свои модельки. Text. Давайте теперь переходим к немножко скучной части. Ну, скучная она постольку-поскольку. Здесь, видите, три абзаца в одном месте, и один абзац в другом. И никаких примеров кода нет. Впрочем, я просто рассказываю, как создавать, что такое аксессуары, как их создавать. Итак, аксессуары – это класс, который расширяет старый устаревший класс шапок. Head. И также он еще наследует, ну, вот какую-то систему, которая была разработана для шапок. Теперь шапок нет. Ну, точнее, шапки еще остались. Только, пожалуйста, не пользуйтесь в своих играх. Они устаревший этот класс шапок оставили для совместимости, чтобы старые игры в Роблоксе еще работали. Давным-давно написали. А вы спросите, а как же сделать шапку-то? Шапку просто делаете, ее называете аксессуар. В общем, все, что на тело надевается, все аксессуар. В любом случае. Просто прикрепляется к различным частям. И вот чем хороший аксессуар? Написано, что его создавали, проектировали для того, чтобы он был совместен сразу и с персонажами R6 и новой системой R15. Вот. Тут рассказывается. Если аттачмент, который у нас в рукоятке нашего аксессуара, имеет такое же название, как и аттачмент, который находится в руке или в голове, где угодно, в какой-то части тела нашего персонажа, то они соединятся автоматически при надевании. Так что очки сразу перескочат, ну понятно, вот сюда, что-то там, какой-то аксессуар на запястье перескочит сюда. Вы должны правильно называть эти аттачментов имена. Но я вам показал, как просто найти и даже повертеть, подумать хорошо. Просто создаем фигурочку и в ней все это делаем. Так. Ну и написано, что если эти совпадают вещи, то у нашего снаряжения, ну вот, например, где-то очки у вас эти валялись, где где-то валялись, ну на земле, допустим, вот валялись очки, у них был повернутый, они были куда-то, в какую-то сторону. Но когда стоит их вам надеть на персонажа вашего, они автоматически будут смотреть в ту же сторону, куда смотрит аттачмент, данный аттачмент, ну с тем же самым именем. У очков должен аттачмент называться так же, как и фронт-центер-фейс. Давайте посмотрим. Он называется фейс-фронт-аттачмент. Ок. Вот. Так что это очень здорово, что у нас автоматически очки наденутся и автоматически будут в правильном направлении, когда голова персонажа повернется и очки вместе с ним повернутся. Так. Ну и написано, что в остальном все функции такие же, как и устаревшие шапки. Мы их, возможно, посмотрим, эти устаревшие функции в других уроках. Ну, тут еще примечание, что если два совпадающих аттачмента найдены, то результирующее место склейки, ну или сварки, когда мы что-то надеваем или склеиваем две вещи в роблоксе, будет дочерним элементом рукоятки аксессуара. Это поведение отличается от поведения, которое у нас в наследство досталось от шапок, от heads. Где шапка всегда, ну точнее, объект сварки склейки, когда мы волосы там или шапку приклеиваем в голове, то он всегда является дочерним элементом головы нашего персонажа. Нам это нафиг не нужно. Вот. В принципе. Так. Ну, что еще? И пользоваться как надевать? Пользоваться мы будем у наших персонажей, у всех есть гуманоид. Мы будем пользоваться гуманоидом нашего персонажа и функцией, которая в гуманоиде находится. Добавить аксессуар. Add accessory. Вот. Так. Что эта штука делает? Тут должна быть картинка. Ну, конечно, битый сайт не показывает. Не обновляет, кстати. Ну, ладно. Add accessory – это такая функция, которая присобачивает буквально указанный аксессуар на наш гуманоид. Как аксессуары присоединяются к гуманоидам? Так. Ну, аксессуары. У них, их родительским объектом становится гуманоид. И они присоединяются. Нормально сказано. Аксессуар, присоединенный к персонажу, который вы присоединяете к персонажу, ищет attachment внутри гуманоида. Ну, вот помните, мы смотрели. Он ищет название. Ну, в общем, если мы аксессуар, например, очки присобачиваем к нашего гуманоида, он ищет именно тот attachment с таким же именем, который у нас находится. Мы это посмотрим в скепте сейчас, который находится у нас в аксессуаре. Итак, ищет он в рукоятке. Так, тот, который находится в рукоятке аксессуара. Если он находит такой в рукоятке нашего аксессуара, то эта рукоятка прилипает к attachment, который находится внутри нашего гуманоида. И, в общем, эта вещь держится уже на теле нашей фигуры человека. Так. Ну, занимает то же самое место. Окей. Если требуется, то attachment может и не находиться. Тогда аксессуар будет, ну, как, будет дочерним объектом гуманоида, но будет не присоединен. Так что, надо, конечно, поэкспериментировать. Ну, например, его и не будет видно. Это может быть, например, какой-нибудь attachment кольцо всевластия, которое вы положили в карман вашего персонажа, и его не видно. Вот. Но оно, тем не менее, у вас есть и, допустим, несет какие-то там свойства суперские. Так. Ага, вот у нас есть пример кода, которого у меня нет в примере, и мы его сейчас скопируем и поставим. Так. Пример. Как добавить аксессуар на наш персонаж? Этот скрипт генерирует клевые темные очки и создает их с нуля. Ну, значит, без всяких моделей, просто строчками кода в нашем скрипте. И потом он, как сказать, закрепляет их на нашем персонаже, используя функцию гуманоида, которая называется addAccessory. Вы должны этот код запостить в обычный скрипт, вот это очень важно, не в локальный скрипт, и тогда... А, ну и положить его в такую-то папку. Ну, ладно. Положим. Так, где у нас тут? Ам, 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 так. Вот. Starter Character Scripts. Создаем обычный скрипт, нелокальный. Вы знаете, в локальных скриптах невозможно надеть на человека ничего. Только сервер, только серверный скрипт может что-то надеть на нашего человека. Ну, вот в этой папке могут находиться и локальные скрипты, и скрипты серверные. И они запускаются, серверные скрипты из этой папки, когда персонаж подключается в игру. Так что мы заходим в игру, и у нас этот скрипт заработает. Так, ну давайте запустим. Мне кажется, все должно заработать. Я его сейчас быстренько-быстренько... Да, вот у нас очки. Какие-то они тесноватые. Или это у меня глаза просто... Наклейка на голове такая, что глаза. Или наоборот, это модно. Окей. Ага, понятно, почему Clockwork называются очки. Потому что здесь фирма напечатана Clockwork. Окей, скрипт сработал. Так, а давайте попробуем на наши очки. Кликнем. Наделись сверху. Окей. Так. Останавливаем. И смотрим этот скрипт, который мы взяли из примера. Все, у нас все вот эти две статьи закончились. Ну могу сказать, что... Ну это на других уроках. Что есть еще удаление аксессуаров. И посмотреть список, что же надето на нашего человека. Вот. Ну это не тема нашего урока. Давайте посмотрим. Так. Что же здесь происходит? Так как у нас скрипт находится в этой папке, starter character, то родителем у нас является персонаж. А внутри этого персонажа у нас сразу находится гуманоид. Поэтому мы получаем наш характер здесь в этой переменной player model. В этой переменной мы получаем, ждем, обязательно надо ждать, потому что у нас игрок подгружается не сразу. Получаем ссылку на нашего гуманоида. Все. Теперь мы можем создавать наш... Вот здесь мы создаем наш аксессуар. А здесь мы на нашего гуманоида его надеваем. Ну давайте посмотрим, как все создается. Так. Во-первых, создаем с помощью InstanceU аксессуар. Это универсальная штука. Она и для шап... И для наплечников, наколенников, там нажопников, извините. Для усов, для чего хотите. Все, что надевается на фигурку человека. Мы создаем аксессуар. Создали. Он у нас пустой. Создали. Просто переменную так назвали. Теперь мы должны действительно надать имя нашему аксессуару. Здесь с большой буквы. Ну это на самом деле не сильно важно. Но понятно, что имена должны быть красивыми. Красивые имена у нас обычно с большой буквы в роблоксе, если вы могли посмотреть. Итак, дальше создаем рукоятку. Потом создаем attachment. Та штука, которая будет втыкаться в розетку посреди нашего лица. А здесь мы создаем mesh. Это как раз форма очков. Так, и все. Потом надеваем. Давайте смотрим, что за рукоятка. Создаем рукоятку. Рукоятка, как в туле. Обычный парт. Обычная деталька. Мы ее создали. Обязательно ей даем название рукоятка, как в туле. Размер делаем. Но это у нас будет кубик. Так, очки, видимо, они не совсем кубические. Поэтому, ну вот такой размер дает, что значит ширина единица, высота 1,6. Ну, голова у нас выше, чем шире. И глубина по оси Z единичка. Получилась такая рукоятка. Если хотите посмотреть, какой размер, создайте просто детальку, парт. Создаем парт. И эти размеры впишите в свойствах деталек. Посмотрите, что за размер. Так, теперь мы засовываем эту рукоятку в аксессуар, который мы создали. Дальше делаем attachment. Attachment создаем с помощью тоже instance new. И тип объекта, который мы создаем, attachment. Вилочка, которая будет в розетку вкратце. Так, обязательно имя ей даем. Вот это имя очень важное. Это имя должно совпадать нашего attachment с вот именами, которые мы сейчас с вами смотрели. Видите, например, face front attachment. Окей, совпадает. Кстати, ребятки, а давайте приколемся. Face, так. Hair attachment. О, давайте-ка я изменю и посмотрим. Так. Здесь закомментирую. Hair. Там направлен он должен вверх, скорее всего, волосы. И поэтому очки должны нормально смотреться. А может и не направлены. Я не смотрел, куда он там смотрит этот attachment. Ах. Ну, вы поняли, да? Куда мы присоединили. Можно их сейчас присоединить на спину, например. Окей. Смотрим дальше. Так. А давайте какую-нибудь фигню сейчас напишу. Специально ошибку сделал в этом attachment. Где же появятся эти очки? Да. Они все равно присоединились к голове. Ну, вот видите, рамочки. Но на какое-то непонятное место. Да. Так, а если мы ходим... Да, но они остались. Ну, в общем, понятно. Надо, надо обязательно указывать правильно название attachment. attachment, иначе вот у вас тоже где-нибудь внутри тела будет интегрировано. Если кто не смотрел фильм «Муха», посмотрите. Чтобы понять, о чем я сейчас подумал. Это фильм ужасов. Так, так, так. Понятно. Так, ну давайте вернем. Так, 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 так. Окей. Так. Так, дальше указываем позицию. Смотрите. Для чего нужна эта позиция? Дело в том, что у нас объект mesh, он как бы не плоский. Так, сейчас установлю игру. Так, он не плоский. И надо его тоже как-то спозиционировать. Например, чуть-чуть ближе на нас подтянуть. Или направить, например, чтобы он смотрел вверх. Вот давайте я изменю сейчас. Так, это по иксу 0, по иксу 0, 24. А, ну подождите. Так, это позиция. Так, икс, по иксу 0, по иксу 0. А, во, кстати, у меня очки. Давайте очки опустим ниже. Давайте очки опустим ниже. Сделаем вот так. И мне кажется, они сейчас закроют наши глаза. Ну, глаза вот этого, моего аватара. Нет, я ошибся. Видите, он теперь их надел выше. Но это не то, как одел. Это именно так, аксессуар. Если мы его так будем делать, он так и будет одеваться. Надеваться будет на другие персонажи. Точно с таким же двигом. Причем это все хранится в сервере. О, вот теперь уже нормальный такой пацан. Окей. Итак, это сдвиг по иксу, по иксу, а это в глубину. Давайте в глубину, чтобы не совсем вплотную к коже было. Давайте вот так попробуем. Они должны немножко вперед выдвинуться. Очки. О, видите как? Я их выдвинул. Ну, вот так потихонечку вы можете все у себя отрегулировать. Все это клево. На самом деле есть плагинчики, которые вам помогут аксессуары, наверное, собирать. Я, честно говоря, даже не искал плагины, потому что мне интересно разобраться, как это все работает. А с плагинами любой нуб сможет сделать. Так, мы все сделали с нашими очками. И теперь эту рукоятку засовываем в хендл. Извините, не рукоятку, а тачмент мы уже в рукоятку засунули. Теперь делаем меш. Меш, ну это код с сайта, пример. Там уже создается объект SpecialMesh. Там некие отличия, его можно масштабировать. Его можно делать скейл, не равнозначный по всем частям. Я уже не помню, там еще какие-то есть отличия про текстурирование. Ну, не важно. Тоже, наверное, в других уроках. Или сами разбирайтесь. Это несложно. Так, SpecialMesh создали. Это именно форма нашего объекта. Имя ему даем меш. Масштабируем. Значит, мы его... Если мы этого не изменим, скейл, у него размер будет 1,1,1. А здесь видно, что по Y, по высоте их немножко растянули. Их сделали 1,3. Давайте сейчас поставлю сюда, например, 4. Посмотрим, что сейчас с нашими очечками получится. Они должны по вертикали быть прям... Ух, какие. О! Нормально. Прям зубы кролика. Только немножко черный. Окей. Кстати, многие люди с помощью таких скейлов используют один и тот же меш в куче-куче-куче разных аксессуаров и деталей на уровне. И вы иногда даже не догадаетесь, что это было сделано из очков. Ну, не из очков, а из чего-нибудь другого. Так, возвращаем назад. Было вот так. Так. Здесь ссылка на меш. Можно найти в тулбоксе. Я урок долго делаю, но за этот урок мне тут задонатили. И сегодня меня поругали, что я его долго не делал. Вот. Поэтому я его буду делать долгим. Пусть там человек смотрит, еще донатит. И вы тоже донатите и заказывайте какие-нибудь уроки. Так. Это ссылка на сам меш. Это ссылка на текстурку, которую мы натягиваем туда. Можно, например, розового цвета сделать. Тогда текстурку, ну, какую-нибудь найдите в тулбоксе розовую. И опять мы засовываем это в рукоятку. Так что, когда мы создали аксессуар, мы в него засунули рукоятку. В рукоятку мы засунули attachment. И в рукоятку уже мы засунули special mesh. Все. А здесь мы на нашего человека это все надели. Так. Окей. Давайте-ка я это не буду надевать. Закомментирую. Теперь наш аксессуар создается, но как бы исчезает. И исчезает он вместе с этим скриптом. И то, что зависает. Он никуда не присоединяется. Ему родительский элемент не присваивают. И поэтому он где-то у нас в памяти лежит. В безвоздушном пространстве. Давайте посмотрим, как мои скрипты сделаны. И напоследок я еще покажу, как мы можем найти какой-нибудь аксессуар в тулбоксе. И взять, например, из него айдишники. И сделать. Смотрите. Сейчас первый урок, где мы разбираемся. Я вообще подразумеваю, что надо будет... Я просто еще не придумал, как проще сделать. Я вот что хочу сделать. Вы эти аксессуары, которые хотите превращать в то, что можно надеть. Это не аксессуары. Это вот я из тулбокс. Ребята, о чем я говорю? Давайте тулбокс откроем. Выбираем. Можно меша искать. А можно модели. Модели лучше искать. Давайте сразу введем, например. Глаз. Очки. Почему лучше модели искать? А, нет, не глаз. Это стекло. Глазис. Очки. Потому что там сразу будет и текстура красивая, подобрана. Вот, например, какие-нибудь Гарри Поттеровские. Давайте вот такие. Так. Окей. Сейчас я на примере этих очков сделаю еще одну создавалку. для наших очков. Так. Давайте цвет какой-нибудь сделаем красный. Так. И давайте посмотрим и исправим скрипт, который создает наши очки. Скрипт очень простой, как вы видите. Я дожидаюсь replicated... Так. А зачем я здесь replicated storage делаю? Ага. Ага. Ребят, я не здесь создаю все свои аксессуары. Я их создаю в главном скрипте. Нашем серверном. Вот у меня есть скрипт. В серверном хранилище скриптов. Вот я его даже называл. Создаем аксессуары. Давайте-ка на него сначала посмотрим. Я создаю эти аксессуары и потом кладу их в replicated storage. Это как бы я их убираю с workspace, чтобы у нас их не было видно. Чтобы они там лежали. Их оттуда потом можно клонировать, чтобы раздать нескольким людям. Или можно не клонировать, а просто раздавать, отдавать этому человеку одному. И никто больше не сможет такой уникальный аксессуар надеть. Так. Это, кстати, контролирует у вас. Роблокс. Он знает, если вы попытаетесь чужую шапку надеть на себя. Если вы даже ссылку на нее как-то получили, там, хакеры. И попытаются надеть на себя. То у них появляется сообщение, предупреждение. Извините, этот аксессуар уже на ком-то другом надет. Так. Смотрим. Ну, вот здесь, честно говоря, это измененный пример кода, который мы смотрели на сайте. Сейчас я его сделал. Сейчас мы его, я продемонстрировал. Который сразу надевает очки на нашего человека при включении. Так что здесь нечего смотреть. Единственное, вот в конце. В конце я наши эти очки кладу в replicated storage. Понятно, чтобы их не было видно. Чтобы они где-то были, чтобы они не исчезли. Но их не было на воркспейсе. Чтобы они не валялись на меня. Так. А дальше я создаю очки. Вот сейчас давайте скопируем код. И создадим гарри поттеровские очки. Так, создаем аксессуар. Happyglasses назову. Гарри поттеровские очки. Так. Ну, размеры пусть будут такие же. Нам нужно только узнать. Нам нужно узнать. ID. Идентификационный номер меша. И идентификационный номер текстурки. Так, я еще properties. Теперь выбираем наши очки. Где они лежат? Вот они. Кстати, здесь скриптов нет в этих очках. Так что их невозможно взять. Так. Around glasses. Еще у них какой-то тип интересный. Так. Смотрим. Смотрим на меш. Нам только меш интересует. А, ну вообще-то тут интересно еще. У handle тоже позиция. Можно отсюда, значит, поглядеть. Хотя нет. Вот я вижу, что уже позиция это точно не то. И ориентация не то. Мы в нашем скрипте все это сделаем лучше. Так. Еще раз. Берем меш. Копируем. Это меш ID. Так. Меш ID. Так. Меш ID. Можно оставить полную ссылку. Ну видите, Roblox уже умеет с короткими ссылками работать. Текстуру. Эти очки можно будет удалить. Они нам ничего не приносят. Я хотел тут сказать, что как можно в будущем будет делать. Упростить. Ну это наверное в следующих уроках. Мне не нравится возиться вот с этими ID. Я хочу, чтобы у нас был какой-нибудь стенд. Или какой-нибудь склад. Чтобы вы могли как дизайнер своей игры подойти, увидеть. Посмотреть эти очки прямо в реале. Я хочу эти очки при включении игры, чтобы они заносились куда-нибудь в Replicated Storage. А потом мы с них уже бы из их значений, в их свойствах, мы бы копировали номер текстурки и номер модельки. Вот этих очков. Так. Ну и все. Вот здесь мы все создали. Ну и давайте теперь они называются у нас... Ага, вот их еще имя нужно изменить правильно. А то у меня две пары очков будут называться MLG Glasses. Будут находиться в Replicated Storage. Так, теперь мы найдем эти Гарри Поттеровские очки. Теперь переходим в наш скрипт. И вот эти очки берем из Replicated Storage. Кстати, можете не из Replicated Storage, можете создавать прямо в этом скрипте. И в переменную заносить. Так что вот этот кусок текста отсюда, без этой строчки. Можно просто создать и держать их в переменной. И потом присваивать кому-то. Ну, лучше клонировать. Так. Ну что, запускаем. И должны у нас на персонажи появиться очки Гарри Поттера. На этом я... Если все получится, на этом я... На этом я закончу наш урок. Спрашивайте, предлагайте, что еще нужно про аксессуары. Шлите донаты, конечно, ребята. Лайки, там все рассказывают друзьям. Колокольчик и так далее. Под этим видео желательно оставить вопросы про аксессуары. Что нужно сделать, чтобы вам рассказать. И старайтесь, если вопросы и заказы тем какие-то делаете. То, если это донат, то, конечно, сообщение к донату тема. А если просто так на халяву хотите, то просто пишите в комментариях. И желательно выбирайте правильное видео. Если я рассказываю про аксессуары, то под ним и спрашивайте, пожалуйста. А то посмотрите, что там у меня понаписали. Ну все. Продолжение следует...